У круга есть центр, есть хор, да, перпендикулярная радиусу. Берем произвольную точку Q и проводим прямую до пересечения в некоторой точке P. Ну, после этого из точки P проводим отрезок ВН. Возникают такие точки. Скажите, пожалуйста, какой отрезок длиннее? МQ или НН? Оказывается, что отрезок МQ, короче. Ну, вот это как показать. Построение простое. Взяли хорду, перпендикулярный к ней радиус, ну, все понятно. Взяли любую точку на этой дуге, провели, ну, вот это какая-то точка здесь, какая-то точка на окружности. Построение сначала хорда, потом радиус, точка, точка P, точка R. Все просто. Сначала кажется, что вообще-то должен быть отрезок МQ побольше, правда? Угу. Вот, если точно нарисовать. Это углы тряга, по таким углу, который тут получится, потому что они опираются на одну углу. Будет. Вот эти углы вертикальные. Да. А третьи углы... Какие треугольники по вашему спренту? Вот такой треугольник. Да. Вот такой треугольник. Правда, Маша? Трех углов. Я понимаю. Разве треугольники по двум углам конкурентны? Они подобны. Нет, то, что они будут подобны, это, конечно, факт. Потому что всегда, когда есть две пересекающие с хорда, то возникает пара подобных треугольников. Да, даже не одна. Ну и шторг. Подобные. Я расскажу два решения задачи. Одно из них будет счетное. Другое будет геометрическое. Вот у нас этот радиус. Вот у нас этот хорда. Давайте я просто введу обозначение. Вот этот вот угол я обозначу угол альфа. А вот этот вот угол я обозначу угол бета. Давайте договоримся. Все углы, какие есть на этой картинке, сумеем выразить через альфа и бета. На самом деле этого абсолютно все недостаточно. Например, вы понимаете, что здесь 90 градусов? Здесь альфа, здесь бета. Вот этот угол будет сколько? По теории миортичных бета. Будет альфа плюс бета. И значит, отрезок nr связан вот с этим вот отрезком mn по очень понятной формуле. Если вы nr умножите на синус альфа плюс бета, то вы получите отрезок mn. Согласны? Господа, это уже формула. Я связал эти два отрезка просто по объявлению синуса. Хорошо. Теперь смотрим на вот такой треугольник. Треугольник mqn. Можем ли мы с вами понять, какие у него уголы? Или это тяжело? Ну, если можем, какие? Получается, qn можно. Вот это у вас сколько? Да, получается, 90 минус b. 90 минус b, конечно. 90 минус бета. Хорошо. А вот этот угол сколько? Смотрите, если мы вот так вот проведем, то вот этот угол, это половина этой дуги. Согласны? А вот эта дуга, это сколько? 90 минус бета. Нет. Это два альфа. Если здесь угол альфа, оно вписано, то вот эта дуга, это два альфа. Значит, вот эта дуга, это 180 минус два альфа. Согласны? Значит, мы в этом можем через альфа вырезать. Нет. Мы не можем вырезать в это через альфа, предусловно. Но вот этот угол, это 180 минус два альфа пополам. То есть, 90 минус альфа. Хорошо. Ну, если так, то тогда вот этот угол, это сколько? Ну, вообще-то. Что? Альфа плюс b, это почему? Просто по сумме углов. По сумме углов, да? Хорошо. Альфа плюс b. Вот. Теперь давайте пишем теорему синуса. Когда отрезок делим на синус противолежащего угла, то это то же самое, что другой отрезок, деленный на синус вот этого самого альфа. Хорошо. Теперь надо сделать простую вещь. Надо умножить все на синус альфа плюс бета, и у нас получится формула для ММ. Это будет, смотрите, МУ умножить на синус альфа плюс бета и разделить на косинус альфа. Потому что синус, деленный на синус альфа, это как раз и есть косинус альфа. И вот теперь эту формулу надо подставить сюда. Это будет, значит, МУ умножить на синус альфа плюс бета и разделить на косинус альфа. Теперь смотрите, этот синус сокращаем на косинус умножаем, и получается формула, оказывается, МКУ это НФ умножить на косинус альфа. Ну альфа это острый угол, поэтому это меньше, чем НФ. Я придумаю решение с одной описанной окружностью вокруг четырехугольника. Давай. Отразим точку Ку относительно вертикали ОН. Да. Тогда здесь будет наша точка Ку-штриха. Да, конечно. Докажем, что точки НМРК лежат на одной окружности. И тогда мы получим наше утверждение. Нет, сначала синим мелом нарисуй ее, пожалуйста. РН от диаметра ее. А, диаметр больше любой хорды. Да. НР получается, что это диаметр. МКУ-штрих равняется МКУ. Понимаете? И поскольку МКУ-штрих равняется МКУ, то достаточно сравнить отрезок МКУ-штрих с отрезком НР. И отрезок НР, поскольку на него опирается прямой угол, это диаметр. Так, и почему же... Почему? Проверим правильство вот этого угла. И вот этого угла. Они равны. Почему? Почему? Вот это дуга равна вот этой дуге. Да. И есть общая дуга АН. Да. На угол П-штрих У-штрих Н, это половина П-штрих А плюс АН. Ну, потерями описано, ну, глядя. Угол МРН, это половина П-П и АН. Ну, вообще, да. Спасибо. Спасибо. В книжке написано, что вот это и есть решение Эрдюша. То, что сейчас Коля рассказал, это в точности то решение, которое Пауле Эрдюшка задавал. И вот он большой молодец. То есть и не Коля, а Эрдюша. Продолжение следует. Продолжение следует...